Вы слушаете канал жааш.клаб «Лугийский медный ас». В эпоху правления римского императора Домициана Августа у лугийцев до их слияния с готами основной монетой был медный ас, выпускаемый священным городом с особым надчеканом на реверсе в виде двух букв «дживи», что означало, по-видимому, гельвиконы. Тацит в то время подразделял лугийцев на гельвиконов, Гариев, Маним, Гелизиев и Нагонарвалов. А в остальном лугийский медный ас являлся классическим асом Домициана. Лицевую сторону монеты украшал бюст императора в венке, повернутый вправо. По кругу имелась надпись «Император Цезарь Домициан Август Германик Консул 15 раз Цензор Вечный Отец Отечества». На оборотной стороне изображалась богиня монета, стоящая лицом влево, она держит весы и рог изобилия и следует надпись «Монета Августа по велении Сената». Лугийцы, являющиеся крупнейшим племенным объединением в Центральной Европе к северу от Судет, приняли в свое денежное обращение имперские монеты Домициана после своей победы над Квадами. Именно военная помощь римлян и помогла им стать победителями. Собственного монетного двора у лугийцев не было, медные асы из Рима поступали к ним какое-то время и после смерти императора. Однако к третьему столетию нашей эры лугийцы потеряли свою силу и произошло их слияние с готами. С этим событием завершилось время существования лугийского медного аса. До наших дней таких особых медных асов императора Домициана, используемых на землях Лугии, сохранилось не очень много. Если обычную римскую монету того периода коллекционер может приобрести за 60-80 евро, то лугийский медный ас продается на нумизматических аукционах уже за 320-380 евро. Продолжение истории читайте на сайте shh.club